Слово 11.586 Один день я беседовал с вами, и с того дня так полюбил вас, как будто издавна и с раннего возраста жил среди вас. Так я соединился с вами узами любви, и как будто в течение неисчетного времени наслаждался приятнейшим общением с вами. Это произошло не от того, чтобы я был особенно склонен к дружбе и любви, но от того, что вы вожделение и любезнее всех, кто не изумится и не удивится вашему пламенному усердию, непритворной любви, уважению к учителям, согласии друг с другом, которых вполне достаточно для того, чтобы привлечь к вам и каменную душу. Поэтому и я люблю вас не менее, чем ту церковь антиофийскую, в которой я родился, воспитался и учился. Это церковь с сестра той, и вы делами доказали родство с нею. Если та старше по времени, то это пламение по вере. Там многочисленные собрания и торжественные зрелища, а здесь больше терпения и больше доказательств мужества. Волки со всех сторон окружают овец, а стада не истребляется. Буря, непогода и волнение непрестанно преследует этот священный корабль. А пловцы не утопают. Ярость еретического пламени объемлет со всех сторон, а находящаяся среди горящей печи наслаждается духовной росою. Видеть церковь, насажденную в этой части города, так же удивительно, как увидеть среди горящей печи цветущую маслину, одетую листьями и обремененную плодами. Если же вы столь признательны и достойны бесчисленных благ, то теперь я со всей охотой исполню обещание, которое дал вам раньше, когда рассуждал перед вами об оружии Давида и Голиафа, и говорил, как один был со всех сторон огражден великим множеством всякого оружия, а другой, вовсе не имея оружия, был огражден верою. Один блистал снаружи латами и щитом, а другой изнутри сиял духом и благодатью. Поэтому отрок победил юношу, безоружный преодолел вооруженного, пастух низложил воина. Обыкновенный камень пастуха разбил и сокрушил медные доспеки врага. Так и я возьму в руки камень, то есть краеугольный, духовный, если Павлу можно было рассуждать о камне, бывшем в пустыне. То, конечно, никто не будет укорять и меня, когда я буду таким же образом пользоваться этим камнем. Как у иудеев не природа видимого камня, а сила духовного камня произвела потоки вод. Так и Давид не вещественным, а духовным камнем поразил голову иноплеменника. Поэтому и я тогда обещал вам не говорить ничего по умственным соображениям. Оружия воинствования нашего не плотские, но духовные помышления не излагающие и всякое возношение, пленяющее в разумение Божие. Так нам заповедуется не излагать помыслы, а не возвышать их. Повелевается разрушать их, а не вооружаться ими. Помышление смертных боязливых, говорит Примудрый. Примудрый 9.14. Что значит боязливый? Боязливый хотя бы шел и по безопасному месту, не бывает смел, но страшится и трепещет. Так и доказанное умственными соображениями хотя бы и было истинно, не доставляет душе полного убеждения и достаточной уверенности. Если такова слабость умственных соображений, то я и приступлю теперь к борьбе с юритиками на основании Писаний. Откуда же мне должна начать речь? Откуда хотите? Из Нового или Ветхого Завета? Так как не только в евангельских и апостольских, но и в пророческих изречениях, и во всем Ветхом Завете можно видеть славу единородного, сияющую с великим блеском. Посему мне кажется, что и оттуда можно бросать стрелы в этих еретиков, аномеев. Заимствуя мысли оттуда, мы в состоянии будем преодолеть не только этих одних, но и многих других еретиков, Маркиона, Манихея, Валентина и все секты иудейские. Как при Давиде пал один Галиаф, а все войско обратилось в бегство, смерть постигла одно тело, и поражена была одна голова, но бегство и страх были общими для всего войска. Так точно и у нас теперь. Когда будет поражена и не изложена одна ересь, произойдет общее бегство всех названных еретиков. Манихеи и страждущие одинаковые с ними болезни, по-видимому, признают проповеду моего Христа, а проповедующих о нем пророков и патриархов не почитают. Иудеи же, напротив, по-видимому, принимают и уважают проповедующих о Христе, то есть пророков и законодателя своего, а проповедуемого ими не почитают. Итак, если я по благодати Божией докажу, что о славе единородного много предвозвещено в Ветхом Завете, то буду в состоянии присыдить все такие богопротивные уста и обуздать богохульные языки, потому что если Ветхий Завет окажется проповедующим о Христе, то какое оправдание будет манихеям и их последователям, не почитающим Писание, которое предвозвещает об общем владыке всех, какое извинение и прощение будет и иудеям, не признающим того, о котором возвещают пророки. Итак, если нам предстоит столь великая победа, обратимся к древним книгам и к древнейшим из всех древних, то есть к книге Бытия. И к самой книге Бытия обратимся к ее началу. Что Моисей говорил много о Христе, об этом послушай, как сам Христос говорит. «Если бы вы веровали Моисею, то веровали бы и мне, ибо он о мне писал». И где же Моисей писал о нем? Это я и постараюсь теперь показать. Когда созданы были все твари, небо увенчано разнообразным сонным звезд, а против него внизу земля украсилась различными цветами, когда вершины гор, поля и долины, и вообще вся земная поверхность покрыта была растениями, деревами и травами. Запрыгали стада мелкого и крупного скота, хор певчих птиц сообразно свойствами своей природы наполнил весь воздух музыкою. Моря стали изобиловать морскими животными, озера, источники и реки наполнились всем, что в них рождается, и ничего не осталось недоконченным. Но все было уже готово. Тогда тело ожидало главы, город начальника, тварь царя, то есть человека. Бог, намереваясь создать его, и сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию. С кем он беседует? Очевидно, что с единородным сыном своим. Он не сказал, сотвори, чтобы ты не принял этих слов за приказание рабу, но сотворим, чтобы под видом словесного совета открыть равенство чести, у него с сыном. Так иногда говорится, что Бог имеет советника, а иногда говорится, что не имеет. И однако Писание не противоречит самому себе, но через то и другое открывает нам таинственные догматы. Когда оно желает представить, что Бог ни в чем не нуждается, то говорит, что он не имеет советника. А когда желает показать равенство, чести у него с единородным, тогда называет сына Божия советником его. А чтобы тебе убедиться в том и другом, как в том, что пророки называют сына советником Божиим, не потому, будто отец имеет нужду в совете, но для того, чтобы нам знать честь единородного, так и в том, что Бог не нуждается в советнике, выслушая слова Павла, «О, бездна богатства, премудрости и ведения Божия! Как неисследимы судьбы его!» Он изображает то, что Бог ни в чем не имеет нужды, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему. А Исаия, с другой стороны, свидетельствая об единородном сыне Божием, говорит так, «И восхотят, чтобы огнем сожжены были, ибо от врача родится нам сын дан нам, и нарекется имя ему Гликого Совета Ангел, Советник Чудный». Если же сын есть чудный советник, то почему Павел говорит, «Кто уразумел ум Господень, или кто был советником ему?» Потому что Павел, как я выше сказал, хочет показать, что отец ни в чем не имеет нужды, а пророк показывает равенство чести у него с единородным. Посему и здесь Бог не сказал «сотвори», но «сотворим». Потому что слово «сотвори» означает приказание, даваемое рабу, как можно видеть из следующего. Однажды подошел сотник Иисус и говорит, «Господи, отрок мой лежит в доме, расслаблен, люто страждет». Что же Христос? Я пришел, сказал Он, придя и исцелю его. Сотник не смел везти врача в дом свой, но промыслитель и человеколюбец сам обещал идти к нему, чтобы доставить случай повод показать нам его добродетель. Ибо Христос, зная, что сотник намерен был сказать, обещал прийти, чтобы ты узнал благочестие этого мужа. Что же говорит сотник? «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой». Даже тяжесть болезни и бедствия не подавила в нем благоговение. Но и в несчастье Он признавал величие владыки. Поэтому Он и говорит, «Но только скажи слово исцелеет тот, рак мой, ибо и я человек, имеющий под собой воинов, говорю ему, иди и идет, и другому приди и приходит, и рабу моему сделай то и делает». Видишь, что слово «сотвори» свойственно господину, говорящему с рабом, а слово «сотворим» свойственно лицу, имеющему равную честь. Так, когда обращается господин к рабу, то говорит, «сотвори». А когда отец беседует с сыном, то говорит, «сотворим». Что же скажет, если так думал сотник, а на деле было не так? Разве сотник был апостолом? Разве он был учеником Христовым, чтобы мне принимать слова его? Он мог ошибаться, скажут еретики. Хорошо. Но что мы видим далее? Исправил ли Христос слова его? Обличил ли его, как ошибающегося и высказывающего неправое учение? Сказал ли ему, что делаешь ты, человек? Ты имеешь обо мне высшее мнение, чем должно? Ты приписываешь мне боли надлежащего? Ты полагаешь, что я могу самовластно повелевать, тогда как я не имею такой власти? Сказал ли ему Христос что-нибудь подобное? Нет. Он даже подтвердил мнение сотника и следовавшим за ним сказал, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Таким образом, одобрение от владыки служит подтверждением слов сотника. А потому это уже не слова сотника, но вещание Господне. Если он сам похвалил сказанные слова и отозвался о них, как о словах, сказанных хорошо, то я принимаю их за божественные изречения, потому что они получили подтверждение свыше в ответе Христовым. Видишь ли, как Новый Завет согласен с Ветхим, как тот и другой доказывает самостоятельную власть Христову. Но что из того скажет, если он хотя сотворил человека, но сотворил как слуга? Это неуместное словопрение. Сказав «сотворим человека», Бог не прибавил «по образу твоему меньшему» или «по образу моему большему», но что? «По образу нашему и по подобию». Говорит он, выражая этими словами, что у отца и сына один образ. Он не сказал «по образам», но «по образу нашему». Потому что не два неравных, а один и тот же одинаковый образ у отца и сына. Потому о сыне же говорится, что он сидит одесную отца, дабы ты знал, что он имеет равную честь и одинаковую власть с отцом, так как слуга не сидит, а стоит. А что сидение означает равночестность и одинаковость власти Господней? Стояние же свойственно рабству и подчинению. Об этом послушай, что говорит Даниил. «Я увидел, доколе были поставлены престолы и воссел ветхие днями, и тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли ему. Так же Исаия видел Господа, сидящий на престоле высоком и превознесенном, и Серафимы, окрест его стоящие. Михей видел Господа, Бога Израиля, сидящего на престоле своем, и все воинства небесного стояло, окрест его, одеснуя его, и слева его». Третья царств 22.19. Видишь ли, что всегда вышние силы предстоят, а он сидит. «Итак, когда ты видишь, что и сын имеет седалище, одесну и отца, то не приписывай ему рабского и служебного достоинства, а владычнее и самостоятельное. Посему и Павел, зная, что стоять свойственно слугам, а сидеть повелителем и начальником, посмотри, как различает то и другое в следующих словах. «Кому, когда из ангелов, — говорит он, — творит ангелами своими духов и слугами своими огонь палящий, а к сыну же престол твой Божий век века». Под образом престола представляй нам царскую власть. Итак, если я доказал посредством всего сказанного, что сын имеет достоинство, не служебное, а владычнее, то будем поклоняться ему как владыке и равночестному с отцом. И сам он повелел это, сказав, чтобы все чтили сына, как чтут отца. С правым же исповеданием догматов соединим и праведность жизни и дел, чтобы нам не наполовину совершать свое спасение. А праведности, поведения и чистоте жизни ничто не может так способствовать, как частое пребывание здесь и усердное слушание. Что для тела пища, то для души изучение божественных вещаний. Ибо не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Посему те, которые не участвуют в этой трапезе, обыкновенно испытывают голод. Послушай, как Бог угрожает этим голодом и ставит его наряду с наказанием и мучением. Пошлю на них, говорит он, не голод хлеба, не жажду воды, но голод слышание Слова Господне. Не безумно ли для избежания телесного голода делать все и принимать все меры, а душевный голод добровольно влекать на себя, тогда как он, тем тяжелее, чем больше от него бывает вред. Нет, прошу. И убеждаю вас, не будем так худо относиться к самим себе, но будем предпочитать пребывание здесь всем занятием и заботам. Столько ли, скажи мне, ты приобретешь, оставляя собрание, сколько потеряешь и для себя, и для всего дома? Но хотя бы ты мог найти целое сокровище золотое и ради него оставил это собрание, и тогда ты потеряешь больше, и настолько больше, насколько духовное благо выше вещественных. Последние, хотя бы они были многочисленные, и стекалось со всех сторон, не будут сопровождать нас в будущую жизнь, не переселятся с нами на небо и не предстанут перед страшным престолом, но часто еще прежде нашей смерти, оставляют нас и исчезают. Если же и останутся до конца, то при смерти непременно отнимутся. А духовное сокровище есть приобретение неотъемлемое. Оно повсюду следует за нами и на пути при отшествии нашем и доставляет нам великое дерзновение перед престолом Божиим. Если от других собраний бывает столько пользы, то от здешних собраний вдвое более. Здесь мы получаем не только ту пользу, что орошаем душу божественными вещаниями, но и ту, что приводим великий стыд врагов, а своим братьям доставляем великое утешение. В сражении полезно поспешать на помощь к той части войска, которая изнуряется и находится в опасности. Поэтому всем следует собираться сюда и отражать нападающих неприятелей. Но ты не можешь сказать длинную речь и не имеешь способности учить. Ты только приди сюда и этим все исполнишь. Твое телесное присутствие увеличивает паству и много поощряет усердие твоих братьев, а врагам твоим причиняет стыд. Когда кто-нибудь подошедший к этому священному преддверию видит малое число собравшихся, тогда и то усердие, какое у него было, охлаждается, и он ослабевает, уклоняется, делается равнодушным и уходит. Так мало-помалу весь народ у нас делается беспечным и нерадивым. А если он видит собирающихся, усердствующих, стекающихся со всех сторон, тогда ревность других пробуждает усердие и в самом равнодушном, и недеятельном. Камень, ударяемый о камень, часто производит искры, хотя что может быть холоднее камня и что теплее огня, и однако непрерывные удары побеждают его природу. А если это бывает с камнем, то тем более может быть с душами, находящимися в общении между собой и согреваемыми огнем духовным. Разве вы не слыхали, что у наших предков было всего 120 человек верующих, а еще прежде 120 было только 12, и эти не все остались, но один из них, Иуда, погиб, и было всего 11, однако из этих 11 стало 120, а из 123 тысячи, потом 5000, затем всю вселенную наполнили они познанием Бога. А причина этого та, что они никогда не прекращали общение между собою, но все вместе постоянно проводили дни в храме, занимаясь молитвами и чтением, потому они и воспоминали такой великий костер, что никогда не разъединялись, но привлекли к себе всю вселенную. Будем и мы подражать им. Не странно ли было бы не оказывать даже такого попечения церкви, какое оказывает женщина в отношении к своим соседкам, а не увидев какую-нибудь бедную беспомощную девицу, все оказывают ей свои услуги, заменяя родственников, и много шума бывает у собравшейся на брак такой девицы. Одни иногда приносят ей деньги, другие делают честь своим присутствием, и последнее немаловажно, потому что их усердие служит прикрытием ее скудости, и таким образом ее бедность они прикрывают своей услужливостью. Так поступаете и вы в отношении к этой церкви. Будем стекаться все отовсюду и прикрывать ее скудость, или лучше прекратим ее бедность с постоянным своим пребыванием здесь. Глава жены – муж, а жена есть помощница мужа. Пусть же ни глава не решается без тела переступать эти священные пороги, ни тела без главы пусть не является, но весь человек пусть приходит сюда, приводя с собой детей. Если приятно видеть дерево, имеющее произросшее от его корня молодое растение, то гораздо более приятно и даже приятнее всякой маслины видеть человека, подле которого стоит дитя, как бы молодое растение от его корня. Это не только приятно, но и полезно, так как собирающимся здесь будет, как я раньше сказал, большая награда. И земледельцу мы особенно удивляемся не тогда, когда он трудится над землей, многократно возделанную, но когда он, взяв поля незасеянные и не вспаханные, трудится над ними с великой заботливостью. Так поступал и Павел, предпочитая проповедовать Евангелие не тем, где именовалось имя Христова, но где и не именовалось. Будем же и мы подражать ему, как для превращения церкви, так и для нашей пользы. Будем стекаться сюда на каждое собрание. Если воспламенится в тебе похоть, ты легко можешь погасить ее, только увидев этот храм. Если возбудится в тебе гнев, ты скоро укротишь этого зверя. Если будет осаждать какая-нибудь другая страсть, ты можешь усмирить всякую бурю и водворить тишину и великий мир в душе. Чего? Да сподобимся все мы. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, в котором Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.